Всем привет! На момент записи этого эпизода вторая часть видео про Незнайку на Луне преодолела символическую отметку в тысячу просмотров. Первая часть почему-то отстаёт, это странно, но то, что какое-то из моих недавних видео на не самую горячую тему всё-таки продолжает расти, не может не радовать. Но сегодня речь пойдёт не об этом. Сегодняшнее видео будет про электронику и про Луну одновременно. Так что если вам неинтересно про одно, то будет интересно про другое. А если вам неинтересно и то, и это, то что вы тут забыли? Формат повествования будет слегка нетипичным. Обычно у меня долгое вступление и ещё более долгое раскрытие темы, а сейчас будет длинная такая длинная преамбула и неожиданная кульминация. И всё. Вот. Значит, тема сегодняшней лекции – операционные усилители. Если вы не знаете, что это такое, то я постараюсь объяснить, а если знаете, то считайте это просто небольшим экскурсом в историю, потому что речь пойдёт о древностях. Под этим названием «Операционные усилители» скрывается один из основных строительных блоков современной, во всяком случае, аналоговой электроники. Практически в каждом гаджете, в множестве всевозможных устройств, иногда даже где не ожидаешь такое встретить, так или иначе присутствует операционный усилитель, или в виде самостоятельного изделия, или в виде какого-то внутреннего компонента более сложных микросхем. На самом деле это название для целого класса устройств. Они могут быть очень разными по внутренней организации, по схемотехнике, они могут быть созданы по разным технологиям, то есть на биполярных транзисторах, на полевых, на полевых с изолированным затвором или с затвором на ПН-переходе, могут быть комбинированы и, в общем, по-всякому. Они могут иметь разные, очень сильно разные характеристики по быстродействию, по шумам, по мощности выхода, могут стоить считанные копейки или многие сотни долларов, но всё равно их кое-что объединяет. Все операционные усилители так или иначе имеют как минимум два входа и один выход, причём сигнал на выходе является многократно усиленной разницей напряжений сигналов на входах. То есть один из входов является как бы положительным, а второй как бы отрицательным. Это не имеет отношения к полярности сигнала, это имеет отношение именно к функции разностной. И вот этот условный отрицательный вход называется инвертирующим. Сигнал на выходе схемы, повторяю, пропорционален их разнице, но коэффициент усиления среднестатистического операционника – это многие сотни тысяч, а то и миллионы раз, может быть, даже и миллиарды. Входное сопротивление таких усилителей, то есть соотношение напряжения сигнала к току, потребляемому от источника сигнала, то есть вот если есть какой-то источник сигнала, у него есть же напряжение на выходе, и ток какой-то может течь. И вот ток, втекающий по входу операционных усилителей, он, как правило, чрезвычайно мал. То есть вот это соотношение напряжения сигнала и тока, оно получается очень большим, и, соответственно, гигантское входное сопротивление. То есть от источника сигнала потребляется очень малая мощность. Токи могут быть у плохих операционников микроамперы, у хороших – наноамперы, а у совсем крутых – фемтоамперы и даже какие-то доли фемтоампер. То есть фактически тока почти что нет никакого. Выходное сопротивление, как бы обратное по смыслу, оно, напротив, очень мало. То есть считаны единицы, а то и доли Ом. Причём, как правило, вместе с этим операционники терпят даже короткое замыкание на выходе. То есть выход можно замкнуть на землю или на шину питания, и микросхема, ну, если она может, конечно, она это переживёт. Естественно, в таком случае само устройство временно перестаёт выполнять какую-то осмысленную работу, но современные чипы выдерживают такое издевательство без особого для себя урона. А если нагрузка выглядит как-то более осмысленно, то есть там какой-нибудь резистор, например, то достигается очень низкое выходное сопротивление. То есть ток в нагрузку может быть почти любым. Ну, конечно же, в определённых пределах, но тем не менее. И вот эти особенности операционников позволяют создавать на их основе потрясающее неохватное многообразие схем с параметрами, приближающимися к идеальным, то есть это почти идеальные интеграторы, фильтры, дифференциаторы, детекторы, схемы сравнения, сумматоры и многое-многое другое. Ну и усилители, конечно же. Операционные усилители сами по себе делятся на два больших класса, определяемых архитектурой входных цепей. То есть несмотря на разницу во внутренней структуре, там, как правило, есть общие моменты. И вот эти моменты, они делят всё множество операционных усилителей на два класса, различающихся по особенностям применения. Первый класс – это усилители с обратной связью по току. Второй класс – это усилители с обратной связью по напряжению. Те, которые по току, они отличаются, как правило, существенно более высоким быстродействием, но их входы не симметричны в электрическом смысле, то есть если у операционника с обратной связью по напряжению инвертирующие и неинвертирующие входы одинаково, как бы сказать, имеют одинаково очень высокое входное сопротивление, одинаковые допустимые диапазоны напряжения и так далее, то у операционников с обратной связью по току это не совсем так, или скорее в общем случае это точно не так, всегда нужно сверяться с документацией прежде, чем… И вообще у них есть своя специфика применения, т.е. они годятся не под любую задачу, но, повторяю, изначально, когда они появились там, в годах 80-х, по-моему, они появились, у них была уже тогда очень, как бы, своеобразная особенность, очень высокое быстродействие по сравнению с другими операционниками, которые присутствовали на рынке в то время. Усилители с обратной связью по напряжению, они, как бы сказать, традиционны, они проще для понимания, и, несмотря на это, как бы они изначально были не очень быстрыми, но сейчас современные представители этого класса тоже могут быть очень высокоскоростными. Это внутри гибридные структуры, в смысле гибридные, они объединяют особенности операционников разных классов, разных типов, и все это, как бы, для потребителя, для пользователя выглядит так, что, ну, например, в 80-х, 90-х годах прошлого века операционный усилитель, работающий с сигналом на частоте порядка сотни килогерц, не мегагерц, килогерц, такой усилитель был, скажем так, экзотикой, а если мегагерцы, то что-то на грани фантастики, а сейчас усилители подобрались, операционные усилители интегральные подобрались к частотам порядка гигагерц, и, как бы, ну, продаются и стоят не очень дорого. Вот, архитектура большинства операционных усилителей с обратной связью по напряжению построена по общим принципам, вне зависимости от конкретной схемотехники, от конкретной элементной базы, принципы заложены еще во времена ламповой техники, то есть входными цепями служит симметричный дифференциальный каскад, дифференциальный усилитель – это тот самый блок, который отвечает за усиление разницы напряжения между двумя сигналами, то есть разницу между двумя сигналами, усиливается напряжение, а на выходе такой схемы стоит каскад усиления тока. Между дифференциальным и выходным могут быть какие-то еще другие цепи, но вот в самом предельно упрощенном случае это дифференциальный усилитель и усилитель тока, чтобы нагрузка не мешала работать дифференциальному каскаду. Разумеется, в сложных схемах присутствует дополнительная обвязка, ее может быть довольно много, но самый простой операционник можно собрать буквально на 3-4-5 транзисторах, и он даже будет работать. Правда, чудес от него не ждите, но как бы вот собрать такую схему, включить и увидеть, что она работает, это хороший опыт. Исторически первыми, разумеется, появились операционные усилители на электронных вакуумных лампах. Их популяризацией в свое время очень активно занимался инженер с удачной фамилией Филбрик. Основы концепции этих усилителей были заложены где-то примерно в 40-х годах прошлого века во время бурного развития аналоговых компьютеров. Вот тогда война шла, и вот нужно было уметь быстро обсчитывать параметры много чего, всякой разной техники, начиная, да даже не техники, там, бойприпасы, например, обсчитывать, бомбы, снаряды, пули, ракеты, самолеты и так далее. И вот для всего этого были созданы компьютеры цифровые, которые мы как бы считаем компьютерами, потому что они нам привычны, и аналоговые. Собственно, аналоговый компьютер, в отличие от цифрового, проводит все операции с исходными сигналами при помощи аналоговых же схем. То есть выведение результатов операции может быть уже в цифровом виде, а вот сам процесс обсчета, он идет в аналоговом виде, то есть отсюда и само название, аналоговый компьютер, потому что сигнал внутри этой схемы аналогичен каким-то физическим процессам снаружи. То есть моделируется при помощи электронной схемы, моделируется поведение какого-то физического объекта, моделируется изменение давления, температуры, чего-либо еще. Вот по аналогу электронный сигнал повторяет сигнал из окружающего мира. И, кстати, отсюда еще и название операционный усилитель, потому что это блок, осуществляющий операции над сигналом, сложением, вычитанием, умножением и всякое прочее при соответствующей обвязке. Аналоговый компьютер не нужно программировать в том плане, как мы это себе представляем, то есть писать какой-то код, что-то компилировать, прошивать. Его алгоритм работы целиком определяется схемой соединения блоков и характеристиками этих блоков, усиления и прочее. То есть в свое время, благодаря этой особенности, аналоговые компьютеры резко обходили цифровые машины по быстродействию в первую очередь. Но для перестройки на решение какой-то другой задачи аналоговый компьютер зачастую приходилось полностью разбирать и пересобирать, уже перенастроив участки схемы или параметры каких-то блоков по-другому, чтобы машина обсчитывала другие процессы. Соответственно, вот это ограничение мешало широкому распространению аналоговых машин. Разумеется, были и другие недостатки. Объем чисто геометрический, энергопотребление немалое, потому что ламповая техника. Точность вычисления она может страдать из-за всяких шумов, дрейфов и так далее. То есть есть и свои достоинства, и недостатки. Однако с тех пор аналоговые вычислители отнюдь не вымерли, как некоторые люди думают. Они просто очень сильно измельчали и предельно специализировались. По-прежнему это необходимые устройства, и они попадаются буквально повсеместно, например, в роли внутренней схемы какого-нибудь регулятора напряжения. То есть, с одной стороны, он просто регулирует напряжение, но с другой стороны, он делает это по определенному закону, отрабатывая внешние воздействия согласно каким-то закономерностям и изменяя режим работы своих активных элементов. То есть там внутри работает на самом-то деле простенький, маленький, но аналоговый компьютер. Как это ни странно. И пусть он решает одну единственную задачу и по фиксированной схеме, но зато он это делает очень быстро, хорошо и дешево. Вот. То есть аналоговые компьютеры и сейчас живее всех живых. Кстати, еще до появления электронных аналоговых компьютеров применялись, может быть, не очень широко, но применялись механические, пневматические, гидравлические и, возможно, какие-нибудь еще. Потому что очень большое количество физических процессов, касающихся каких-то, вернее, физических закономерностей, касающихся каких-то процессов, описываются уравнениями, совершенно аналогичными другим процессам. То есть по аналогии один процесс можно эмулировать или имитировать другим процессом. И вот, собственно, аналоговые, неэлектронные компьютеры, они в свое время очень широко применялись для моделирования гидро всяких процессов, то есть протекания жидкостей через какие-нибудь сложные системы труб. Его можно эмулировать при помощи пневматики, которая будет работать чуточку быстрее, можно сделать меньше и так далее. Ну, вот такого типа. Здесь термин аналог, то есть подходит еще даже обоснованнее, чем в случае электронных машин. Первыми аналоговыми компьютерами были, разумеется, ламповые машины, где активными элементами служили вышеупомянутые электронно-вакуумные лампы и растущая потребность во все более быстродействующих, компактных, универсальных и, что немаловажно, ремонтопригодных аналоговых вычислителях. Вот эта потребность способствовала появлению понимания, что нужны какие-то стандартизированные блоки, взаимозаменяемые, может быть, небольшого размера, с небольшим потреблением желательно, да, и одним из самых популярных таких блоков, не единственным, но вот как бы вот такая рабочая лошадка, стал появившийся в 1952 году модуль K2W. Производился он фирмой GAPR, по названию, то есть по имени своего владельца и создателя Джордж А. Филбрик Researches GAPR. Этот модуль не был первым ламповым операционным усилителем, но он был первой удачной попыткой реализации концепции стандартизированного блока, то есть стандартный разъем, стандартные напряжения, стандартные размеры, режим работы и так далее, то подобное. Блок оказался настолько востребован, что производился вплоть до 1971 года. Фирма GAPR вот в том виде уже давным-давно не существует, она многократно меняла владельцев, меняла имя, становилась чьим-то подразделением, потом самостоятельно опять самостоятельность приобретала, и сегодняшнее ее имя, я полагаю, знакомо многим. Сегодняшнее имя фирмы GAPR это микрочип. Разумеется, когда появились первые коммерчески доступные транзисторы, сразу же последовали попытки реализовать операционный усилитель, но не только операционный, но вот в том числе и их на основе нового класса электронных приборов, твердотельные триоды, транзисторы. Появились мини-микро-модули, гибридные схемы на миниатюрных дискретных транзисторах. Например, та же фирма GAPR в 1961 году выпустила модуль P45 в виде маленькой печатной платы с краевым разъемом. То есть тоже она унифицирована, стандартизирована. Если в вашем устройстве есть соответствующие разъемы, то вы можете взаимозаменяемость модуля обеспечить, например, ремонтопригодность повышается и так далее. В 1962 году та же самая фирма GAPR выпустила миниатюрный герметизированный модуль PP65 со штырьковыми выводами, уже очень похожий на современную, ну или более-менее современную микросхему. То есть эти выводы годятся для впайки в плату и получается, что вот такой вот с одной стороны сложный элемент, а с другой стороны уже просто как бы деталь. В 1963 году появился первый интегральный усилитель под названием микро-А702. Его спроектировал Роберт Видлер или Боб Видлер. Иногда мне встречается упоминание, что эта фамилия читается как Вайдлар, я точно не знаю, так что я привык называть Видлер. Это очень знаменитый в узких ругах человек, один из главных разработчиков в прошлом, конечно же, главных разработчиков фирмы Fairchild Semiconductor, очень неординарная личность и фактически один из основных таких персонажей или персон в истории современной микроэлектроники. то есть он основоположник многих приёмов современной интегральной схемотехники. Он их придумал, он их впервые реализовал и, в общем, крутой был чувак. Но в силу того, что сама интегральная технология в начале 60-х годов была ещё весьма сырой, нестабильной, выход годных чипов был очень мал и в частности поэтому цена на них была по современным меркам такая совсем негуманная, то есть несколько сотен долларов за схему с девятью транзисторами и с общими характеристиками, которые сейчас вызывают скорее такое недоумение снисходительное, мол, что это несерьёзно. Но тогда эти микросхемы сразу же нашли применение, оказались востребованы в военной технике, где важна не цена, а вот миниатюрность. Затем, конечно, появились и другие микросхемы, начали все вот эти приёмы схемотехники совершенствоваться, технология начала развиваться, стремительно причём всё это росло и развивалось, цены начали снижаться и интегральные операционные усилители из разряда экзотики перешли сначала в такую крутую продвинутую технику, а потом фактически стали ширпотребом. Разумеется, поколения операционников сменялись нерезко, они плавно сменяли друг друга с плавными переходами, с постепенным вытеснением таким, причём ещё и не всегда окончательным, характерный пример микросхема микро А741 или её чаще, как сказать, более распространённое название просто 741, потому что её производит огромное количество производителей до сих пор, но эта микросхема впервые появилась в 1968 году и производится до сих пор в практически неизменном виде. Я уже упоминал, что ламповый операционник K2W производился до 1971 года, то есть вокруг уже вовсю интегральные усилители, но ещё производится и продаётся ламповый усилитель. Вместе с ним производился ещё блок под названием K2XA, где вместе с вакуумными лампами трудились ещё две неонки и полупроводниковый транзистор. Ну, в общем, было время, были всякие чудные решения, странная схемотехника, странная по нынешним меркам. И вот, кстати, посмотрите, напряжение питания операционного усилителя плюс 300 и минус 300 вольт. Давайте посмотрим на конкретный пример интересного операционного усилителя, такого более-менее типичного представителя своей эпохи. Операционный усилитель 2404BG производства фирмы Амелко. Эта фирма тоже уже давным-давно не существует, но в своё время она произвела фурор. Этот усилитель представляет собой гибридную схему, микросборка, микросхема внутри миниатюрного герметичного корпуса на керамической подложке с проводящими дорожками смонтированы дискретные биполярные и полевые транзисторы с затвором на ПН-переходе и некая микросхема небольшой степени интеграции. Это на самом деле резисторная сборка. Ещё один крупный резистор виден справа вверху на этой иллюстрации. Элементы соединены и друг с другом, и с подложкой, и с выводами модуля, либо токопроводящим компаундом, или припоем, или вот тонкими золотыми проволочками, и весь этот монтаж ввёлся полностью вручную, между прочим. Схема усилителя, её недавно относительно восстановил один энтузиаст, она выглядит вот примерно так. Это типичный операционный усилитель с пылевыми транзисторами на входе, благодаря чему в частности достигается очень высокое входное сопротивление. Микросхемы такого типа вместе с чуточку более простыми 24.01 BG это 0.4, а есть ещё несколько вариантов. Эти микросхемы использовались в научной аппаратуре программы Аполлон, в частности в сейсмодатчиках и в анализаторах газа. Собственно, это мы плавно подходим к вышеобозначенной кульминации сюжета. Оказывается, в видео с беседой Пучкова и Первушина, после чтения комментариев, под которым в 2018 году я решил более-менее активно пополнять мой видеоблог, оказывается, что там до сих пор бурлит. Да ещё как бурлит! И вот одно из недавних высказываний. Уважаемый эксперт, какой-то очередной уверен, что во времена Аполлонов не существовали операционные усилители на транзисторах и что схемы обязательно должны быть ламповыми, поэтому и не летали. Он настолько хорошо всё опроверг, что ему даже кто-то лайк поставил. Ну, а мы уже понимаем, что операционники в то время были вполне себе распространённым элементом, были даже интегральные, и что подобный аргумент про лампы и сельсины он в первую очередь бьёт по советской космонавтике. Да. Вот так и получается, что очередной уважаемый эксперт очень сильно хотел разоблачить американцев, но опроверг нечто совсем другое. Как обычно у них и бывает. На этом данный выпуск завершается. Всем всего хорошего, не болейте, и главное помните, мракобесие не пройдёт. КОНЕЦ